Итак, снова здравствуйте, это снова Курящий из окна, и я сегодня начинаю играть в новую игру. Естественно, это не значит, что Дипония будет заброшена, но эту игру я не мог пропустить, тем более, что она короткая, но очень интересная. У меня шумит телефон, убираем телефон от монитора. Ну, в смысле, от колонок. Я, по-моему, в процессе задел микрофон. Ладно, это всё не важно. Важно, что мы играем в The Stanley Parable. Скорее всего, это Parable, но может быть и Parable. Да, не могу это произнести по-другому, поэтому Parable. В переводе называется примерно как Притча о Стэнли, или Притча Стэнли. Игра представляет из себя издевательство над всем игропромом, насколько я знаю. Она очень нелогичная, хотя в ней есть очень логичная концовка, а всё концовок в ней, насколько я знаю, 12. Сделана она надвижке Half-Life 2. Насколько опять-таки я знаю, может быть нет, но всё тут очень похоже на Half-Life 2. И давайте начинать играть. Это были такие вводные слова, чтобы вы поняли, о чём я говорю. Да, она переведена на русский с субтитрами. Но вот если зайти в настройки, например, то видно, что не совсем, конечно, люди думали о том, как это всё будет русскими буквами. Вряд ли это как-то проверяли, потому что он, режим отображения на весь экран, всё пересекается, всё пере... это самое. Так что будем смотреть, как у нас всё будет с субтитрами. Ещё. Вводная часть. Я долго думал, пытаться ли озвучивать Диктора, а Диктора тут будет, и пришёл к выводу, что не буду его озвучивать. Его голос будет громкий, хороший, вы будете его слышать, тем более, что там нанят был действительно стоящий актёр, его голос приятен, пусть он и говорит по-английски. Это во-первых, а во-вторых, я просто не успевал всё это комментировать, если бы я зачитывал за Диктора. Поэтому, начинаем игру, смотрим. Loading. Я тут на каждом моменте буду ожидать, что произойдёт что-нибудь вот такое странное сразу же. Вот сейчас мне кажется, например, что этот loading уже должен был пройти 10 часов назад, а он всё начинается и начинается, и не скрыто ли за этим что-нибудь такое. Ну, наверное, нет, наверное, да. Он пошёл побыстрее, а что тут написано? Да, интересно, это игра слов, или... Ну, давайте здесь зачитаю. Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли работал в компании, в большом здании, и был там рабочим номер 427. Задача рабочего 427 была проста. Он сидел за столом, в комнате 427 и нажимал кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе, и в них указывалось, какие кнопки надо нажать, как долго их надо жать и в каком порядке. Рабочий 427 делал это каждый день, каждого месяца, каждого года. И если для кого-то такая работа была... могла стать угнетающей... Стэнли радовался каждый раз, когда поступали приказы, словно он был создан специально для этой работы. Хм. И Стэнли был счастлив. Вот здесь я зачитал, потому что ничего не надо делать. Но однажды случилось нечто очень странное. Нечто, что навсегда изменит Стэнли. Нечто, что он не сможет забыть. Он сидел за своим столом почти час, когда внезапно осознал, что ни единого приказа с экрана для него не поступало. Никто не пришел дать ему указания и позвать на совещание, или просто поздороваться. За все годы работы в компании такого не случалось. Такой полной изоляции. Что-то явно было не так. Стэнли был абсолютно шокирован, и долгое время не мог сдвинуться с места. Но потом он пришел в себя, собрался, встал за стола, и вышел в коридор. И вот здесь диктор... Ну, вернее, прекращается моя озвучка за диктора. Так, давайте, кстати, проверим, сенситив мыши мне достаточный или очень большой. Наверное, все-таки надо его немножко попробовать уменьшить. А я пока что расскажу. Мы будем отыгрывать историю, которую говорит диктор. Ну, вы это наверняка знаете, потому что эту игру уже записало довольно много людей. Но если вы вдруг ждали именно меня, то это приятно. Так, как бы эту сенситив-то понизить? Да, нифига не видно. Темно-серый, на светло-сером фоне еще закрытый буквами. Но предположим, что примерно вот так. Сейчас посмотрим. И каждый раз у нас такая задача. Я вот, наверное, в первой серии попробую делать все, что говорит диктор. А затем буду уже пытаться отыгрывать свой сюжет, одну из других концовок. Так, по памяти Half-Life 2 я мышку положил на кровать. Нет, еще немножко сенситив надо потрогать. Сейчас, 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 сейчас. Одну секунду. Вот так вот нам наверняка хватит. Потому что здесь шутера никакого не будет. Быстрая мышка нам не нужна. А мне надо, чтобы вы успевали смотреть, что будет происходить. Как видите, атмосфера полностью Half-Life-овская. Коридорчики, двери, все такое, только все перекрашено. А так это очень похоже на Half-Life 2. У меня есть действия на мышку, насколько я могу судить. Но мы же договорились, что я буду делать все. Ха-ха, залезть под стол. Не, залезть под стол не получится, жалко. В чем стол у него такой, очень приятненький. Состоит из двух столов, типа здесь у него компьютер, а здесь он сможет еще... Ну да, даже поесть, попить. Вон, кружка стоит. Че-то Дейс. Брать предметы я на Е... Не, брать предметы я на Е не могу, это немножко жалко. Но, видимо, этого и не надо. Хорошо, пойдем вперед. Чтобы вас не сильно раздражало что-либо. А вообще, может быть, за Диктора и зачитывать? Я еще подумал. Мне казалось, что Диктор будет постоянно разговаривать, а? Если он будет разговаривать так... Все его коллеги исчезли. Как же так случилось? Стэнли решил пройти в кофе-энс-зал. Может, он просто пропустил уведомления? Как Стэнли не старался, он не мог найти ни следа своих коллег. Ага. Я нажал на Е, и что-то все-таки произошло. Видимо, управление на Е. Я просто играл в демку, и там было управление на кнопку мыши. Еще раз проверю клавиатуру, изменить кнопки. Да, в АСТ, как всегда, присесть к контрол, использовать кнопки. И прочее, наверное, Маус 1. Скриншоты мне не нужны, паузы мне не нужны, наверное. Налево, направо, смотреть вверх, смотреть вниз. Нет, кнопки Е вообще нет у управления. Хм. Ну, в общем-то, я на нее нажал, и компьютер выключился. Может быть, это было именно по скрипту? Да, кажется мне, я буду зачитывать за диктора. Потому что почему бы и нет? У меня, по-моему, довольно подходящий голос. Так, отсюда я пришел или нет? Картинка. Вот интересно. Я знаю, что есть игра примерно в таком же жанре, тоже на движке Халфы. Это Диаэстер. Ну, не знаю, как с английским акцентом сказать. Диаэстер. Да. Мне что-то показалось, что эта картинка вполне могла быть оттуда. Потому что те, кто делал эту игру, наверняка знали об той. Наверняка и она тоже будет спародирована. Но может и нет, я не играл в Диаэстер. Явно не отсюда я пришел. Так, дверь не открывается. Что-то мне кажется, что я тут уже был. Нет. Подождите, у нас-то какой номер? 427 или нет? 426. Откуда я пришел? Да, скорее всего, я все-таки пришел отсюда. Времени. О! Секундная стрелка реально идет, и время наверняка будет идти. 11.27. Время на часах не соответствует моему реальному времени. Как это, например, было бы... Ну, в этом симуляторе хирурга. Я его тоже... Стэнли бродил под офису и лапал все, что только можно. Но это ни на что не влияло и никак не двигало историю вперед. Хе-хе-хе. Ой, наверняка этого бы не было, если бы я все это не лапал. Но я же люблю все полапать. Ладно, давайте сделаем так. Вы мне просто скажете в комментариях к этой серии, зачитывать мне за диктора или нет. Но мне еще понимать историю проще, когда я зачитываю. Не, мне реально надо вспомнить мой номер, я уже заблудился. 417. Сюда я тоже не могу пройти. 416. 415. Так, эту картину... Нет, эту картину я еще не видел. Тоже красивые пейзажи. Не, все-таки вряд ли это Диаэстер. Что же здесь происходит? Когда Стэнли подошел к двум открытым дверям, он вошел в дверь слева. Э, и назад меня не пускают. А, он вошел в дверь слева, и вот были две открытые двери. Но мы договорились, что в первое прохождение я буду пытаться делать основную концовку. А в остальное я буду издеваться над игрой. Ну и она будет издеваться надо мной за этим. Я буду делать все, как говорит диктор. Буду слушаться и повиноваться. Может быть мне этого немножко не хватает в жизни. Хотя вру, конечно, да. Красивые фотографии. Эту картину я уже видел, она уже была. Но она была явно не здесь. Так, время у нас... Да, время реально движется. Было 27 минут, теперь 29. Но хотя бы совпадает вся эта история с тем, что происходит. 411, номер 412. Да, я иду в сторону уменьшения комнат. Привет тем, кто смотрит это видео ночью. Простите за ваши глаза. Я это записываю днем, но представляю, как мне было бы весело. Так. Но и тут никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться в кабинет начальника с надеждой найти ответы там. Жалко, написано по-английски. Это все-таки не перевели. Что-то написано. Target. Push for R&D. Get cheese out of the room. Короче, нажать на какие-то кнопки. Цель нажать на какие-то кнопки. Да. Завтра. Ой, плохо у меня с ручным написанием английского. Complete today's... Unfinish it. Ну, будем надеяться, что это не сильно влияет на сюжет. Так, это meeting room floor. Да. Комната встречи, этаж 4. Это типа кто как должен сидеть. Да, вот тут календарь. Depth Weekly Review. Ну, понятно, тут день, тут час. И, соответственно, вот возьмем... Какой у нас день недели, интересно, сегодня? Я не знаю. А время у нас 12. Приближается к 12. В 12 тут... Legal Boss Inspection. Проверка босса. Ideas Developing. Или что-то еще. В общем, ничего интересного. Что нам там диктор сказал? Подняться в кабинет. Я хочу посмотреть. Да, прыгать я почему-то не могу. Приседать могу. Это меня радует. Сделать копию своего лица хочу. Как в этих странных комедиях. Недавно по жизненной необходимости купил себе наконец-то МФУ. Многофункциональное устройство. То есть принтер, сканер, копир. Вот. Тоже примерно такое же у меня есть. Что-то меняется здесь. Где сам проектор? How to solve this part with a... Light it ball up inside you. Чего? Взять этот мяч в себя? Или... Make sure you... Жалко. Большая часть юмора этой игры, похоже, пройдет без моего участия, потому что я плохо понимаю. Everyone in... You must have fell. Ты больше, чем другие. Примерно так. Number of slides on the slides. Slides. Сейчас. Не будем на это отвлекаться, а то вся игра пройдет, а я всего этого... Я не успею пройти даже первое прохождение, наверное, в этой вводной серии. Фонарика у меня нет. Жалко. Мне очень фонарика не достает. Так. А! Кто закрывает за мной двери? Вот кто-то хотел, чтобы я снял хоррор. Ой-ё. Интересно, это уже повлияет на развитие сюжета в другую сторону? То, что я открыл эту дверь, а не пошел прямиком наверх или нет? Наверное, все-таки да. Стэнли зашел в чулан, но тут ничего не было, так что он развелнулся и вернулся на правильный путь. Тут точно ничего не было? Сейчас чувствую, прямо скажет мне диктор. Тут ничего не было, никакого выбора, никакого пути, просто пустой чулан. Никакой нужды в нем находиться. Я все потрогаю. Непонятно, почему Стэнли все еще сидел в чулане, он даже ничего не делал, если бы там были хотя бы какие-то интерактивные предметы. Было бы еще понятно, а так он просто стоял и нифига не делал. Подойдя к лестнице, Стэнли пошел наверх в кабинет у начальника. Я не знаю, где кабинет начальника, еще выше или здесь. Судя по делу, начальник, конечно, должен обитать в пентхаусе, но не уверен. В этом, да, дверь была закрыта, поэтому здесь... О, я угадал с пентхаусом. Такие текстуры, наверное, были только у этого главного злодея в Half-Life 2. Я постоянно забывал его имя, когда записывал в Half-Life 2, и сейчас тоже забыл. Советник... Не, ну, Бринн это, по-моему, не он, или все-таки он? Че же у нас тут есть? Фонарика не хватает, не хватает фонарика. Exuitive Bathroom. Бафрум это, по-моему, ванная. Или Bedroom ванная. Не, Bedroom это, по-моему, спальня. Хочешь, то ли спальня, то ли ванная. В школе это все очень быстро учат. Ну, себя тоже не пускают, а мог бы там его застукать с кем-нибудь, с начальника-то. Хоть в ванной, хоть в спальне. Очень подходящие два места как раз. Так, отсюда я, по-моему, да, отсюда я пришел, значит, идти нам в эту сторону. В этой двери тоже ничего нет. Это, наверняка, какой-нибудь конференц-зал. Ну, или спальня, опять-таки, но ничего не подписано. Вообще, зачем подписывать спальню или ванную? По-любому, это не пригодится тем, кто сюда просто так зашел в качестве подчиненного. Лампочка. Лампочка включается? Нет, компьютер тоже не включается. Э! Блин, прыгать не могу. Да, снова забыл. Обойти я хочу этот. Не, не могу обойти. Растение, кстати, очень похожее на то, которое я видел на картинке до этого. Ну, кажется, то растение было совсем другое. Вот этот момент я знаю. Зайдя в дирекцию, Стэнли был снова ошеломлен отсутствием хоть кого-нибудь живого. Совершенно шокированный, Стэнли начал гадать, кто все это устроил, какие темные секреты от него скрывали. Чего он не мог знать, так это того, что кнопочная панель за столом начальника охраняла ужасную правду, которую начальник от него скрывал. Для этого начальник поставил на нее особый секретный код. Два восемь сорок пять. Но, конечно же, Стэнли и предположить об этом не мог. Два восемь сорок пять, два восемь сорок пять, надо это запомнить. Так. Два восемь сорок пять. Но каким-то образом, нажимая случайные кнопки, Стэнли угадал правильный код. Невероятно. Он зашел в открытый проход. Снова, снова вы не услышите от меня шутки, про то передний это был проход или задний. Сколько раз были варианты, я так и не сказал ее, так и не сказал. Да, это я про другие свои летсплеи, если кто не знает. Че тут-то у нас за картинки? Приближение на Z тоже не работает. Не взяли они этого из Half-Life 2. Жалко. Картинки вообще действительно похожи на реальные фотографии, только немножко обработанные. А могу я еще раз что-нибудь тут нажать? Нет. Что-нибудь тут нажать я буду в следующем прохождении, которое будет у меня через одно место. Ну, не через одно место, но я имею ввиду, что не соответствует тому, что ожидает от нас игра с самого начала. Вообще, наверняка дают какую-нибудь ачивку, если с самого начала сделать все не так, как надо. Но, наверное, не может быть ачивок, которые нельзя исполнить, которые вообще нельзя исполнить в игре. Хотя насчет ачивок в этой игре есть потрясающая ачивка. Она называется «Не заходить в игру в течение пяти лет». Мне интересно, это реальная ачивка или нет. А еще там есть какая-то ачивка, которая просто говорит о том, что эту ачивку нельзя выполнить никак. Так, тут какая-то темнота. Эээ, ну, фонарика не хватает. Ээ, где я вообще? Так, я здесь, вы наверняка на ютубе вообще нифига не видите, но вот... Потыкаться в темноте, потыкаться в темноте, это хорошо. Что будет, если я вообще затыкаю пространство до смерти? Какой-то рубильник? Нет, не рубильник, это просто... Просто какая-то коробка соединения проводов. Кабель. Невитая пара, просто кабель. Зеленый, синий, красный. Ага. Трехфазный. Или двухфазный? Не, все-таки, наверное, трех. Хм. Есть есть что-нибудь, кроме этой кнопки? Нет, похоже, нет. Блин, я хотел выскочить! Ну чё, игра будет меня пугать? Игра будет меня пугать, я чувствую. О, лодинг. Неожиданно, я думал, что каждое прохождение будет состоять из одного раунда. Сколько времени я вообще записываюсь? Не, пока что 18 минут, ещё мало. Спускаясь в глубины здания, Стэнли заметил, что чувствует себя как-то особенно. Зарождающиеся эмоции в груди, словно он мог свободно и думать, сомневаться в смысле своей работы. Почему он чувствовал это сейчас, не задумывался об этом годами ранее? Этот вопрос не останется неотвеченным надолго. Сейчас я сделаю маленькую паузу и вернусь. И да, я снова здесь. Пока я делал паузу, я придумал один вариант, как проверить, действительно ли ачивка не заходить в игру 5 лет, это ачивка на это задание или нет. Там же в стиме есть глобальная статистика ачивок, вот игру-то уже купило много человек, и наверняка там можно посмотреть, есть ли эта ачивка хоть у кого-нибудь. Потому что 5 лет не могло пройти никак, с момента выхода этой игры там прошел максимум месяц, Стэнли прошел прямо и зашел в дверь, над которой было написано «Станция управления сознанием». Минт контрол фасилити. Хе-хе. Тут есть эскейп. Эскейп это выход. Ну мы же договорились, что это прохождение у меня будет по прямой линии, но я вам обещаю, что в следующих сериях эта игра превратится в полнейший фарш, который будет выносить вам мозг. Я в нее не играл, но я просто знаю. Потому что они много писали, я о ней почитал, посмотрел пару скриншотов, и эти скриншоты полностью соответствуют тому, что я ожидаю от понятия «бред» и то, что я люблю. Мне кажется, сейчас нашего Стэнли просто принесут в жертву. Так, кнопочка с лампочкой. Ну ничего тут, наверное, нет. Да, прыгать-то я не могу, я хотел сброситься с этой платформы. Так, дверь заперли, а? А-а-а. Звук шагов меняется. Нет, выпустите меня, я не хочу, я передумал. Причем, пока паузу опять-таки делал, тут даже есть пункт прямо в этом меню начать игру сначала. То есть, как бы, если чего не так, то можно сразу. Ну, ничего тут не поделаешь, на стульчик хоть присесть перед смертью. Не, не получится, жамкаем. Свет залил гигантскую комнату с множеством экранов. Какой ужасный секрет хранилила эта комната? Подумал про себя Стэнли. Хватит ли у него мужества узнать? Мне показалось, там пролетал какой-то персонаж, очень похожий на... Вот снова забыл, но эти летающие тварь... А-а-а. Летающие твари из Half-Life 2. Нет, это не летающие твари, это просто лампочки мигают. Всегда забываю все эти названия. Я помню только барнаклов, хедкрабов, а вот... Эти лезвия, которые там летали, абсолютно не помню. Хотя мне говорили. Хм. Тут места на целых трех персонажей, которые наверняка тут тоже сидели и все это рассматривали. Так, нет, прочитать, что на столах не могу, жалко. Мне сначала показалось, что это вообще ноты, но это не ноты. Так, на секундочку, я близко приблизюсь к экрану. Employee Observation Protocol. Ну, короче, какой-то протокол наблюдения я. Это могу перевести только так. Так, сюда мне сброситься просто так тоже не дают. Кнопочка с камерой. Интересно, это значит, что она отключит камеры, или что она наоборот включит их? Я подозреваю, что на этих экранах будут показаны все сотрудники этого замечательного места. Хотя, нет, площадь не буду считать. Хотя, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, 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 девять. Так, 14 на 10 это уже 140. Но вполне возможно, что здесь ровно 400 с чем-то экранов. Очень возможно. Это я по количеству персонажей, которые должны были сидеть за столами. Теперь загорелись мониторы, раскрыв свое настоящее предназначение. На каждом из них был номер работника здания, коллег Стэнли. Жизнь стольких людей, упрощенные до изображения на мониторе. И Стэнли был среди них под постоянным присмотром в этом месте, где свобода была пустым звуком. Найти бы Стэнли. Но, видимо, нет. Так, а, меня сюда пускают. А там кто-нибудь... Так, 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 420... Сколько там было? 427, наверное, да? По-моему, 427 я был работник. Давайте-ка, меняйтесь. Да, я узнаю это. Вон, посмотрите ровно по центру экрана. Или дайте я в угол экрана это сброшу, чтобы вам было понятно. Там как раз был ровно наш столик. Тоже пустой. А все остальные столы тоже пустые или нет? Да, все столы пустые. Все столы... Походу, действительно одинаковые. Такие, поделенные на две части. Для жизни и для работы. То есть, они вообще домой даже не уходили. Они, видимо, реально жили за этими столами. Все эти работники. Ну, по версии этой концовки... Я тут делаю такой знак руками, кавычечки. Что, по версии этой концовки. Самый неинтересный. Меня сюда снова не пустят, пока я не нажму на кнопку. Это станция управления сознанием. Слишком опасно, что поверить... Не могло это быть правдой. Неужели Стэнли действительно был все это время под чьим-то контролем? Только поэтому ли он был доволен своей нудной работой? Потому что его эмоции исказили, чтобы он слева принимал команды? Не получился у меня тон. Ну вот реально, мне доставляет удовольствие слушать диктора, но мне хочется почитать самому. Я даже сделаю, наверное, во ВКонтакте. Сейчас, после окончания этой записи, опросик. Озвучивать ли мне диктора в этой игре или нет? Правда, опросик опросиком и решать я буду все равно сам. Но... Ваше мнение мне интересно. Нет! Он не хотел в это верить. Не мог этого принять. Его жизнь под чьим-то контролем. Никогда! Никогда! О таком было сложно и подумать. Разве такое возможно? Неужели он действительно провел всю свою жизнь, не видя правды? Хм. Мне казалось, в этой комнате игра уже должна была закончиться. Но вот и доказательства. Сердостанция. Кнопки, подписанные эмоциями. Счастлив или несчастен, или доволен. Ходьба, прием пищи, работа. Все прослеживалось и управлялось из этого места. И когда холодная реальность прошлого начала укладываться в голове Стэнли, решил, что эта система никогда больше не будет иметь власти над чьей-либо жизнью. Ибо он сломает, положит этой системе конец. Хм. Минт-контрол статус? Офлайн, вообще-то. А, ну, как раз. Сейчас все это выключено, Стэнли никем не управляем, якобы. Только куда делись все остальные люди, это вопрос. И почему, блин, игра такая темная? Можно ли где-нибудь в настройках все-таки подкрутить яркость? Потому что я вот лично ничего не вижу, а вы наверняка вообще ничего не будете видеть. Положение сверху, расширенные, режим сглаживания, режим фильтрации. Хм. Странно, мне казалось, я это где-то видел. А, нет, это угол обзора, это не то. Значит, похоже, яркость никак прибавить нельзя, это плохо. Режим энергосбережения выключено. Клавиатура, экстрас. Что такое экстрас? Ачивмент? Эээ. Включены ачивменты, почему нет? Открыто достижение и ачивмент. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, как прикольно, а. Я-то заволновался, причем я знал, что ачивки я уже могу получать, потому что тут была еще ачивка по... Войти в эту игру второй раз. Я ее получил, когда заходил в эту игру второй раз. Сейвс, выключено, включено, давайте тоже включим. А это была реально кнопка получить ачивку. Я люблю эту игру, ребята. Сейвс, включено, но вот это, наверное, ни на что не повлияло, интересно. Звук, видео, клавиатура. Да нет, не могу я вроде повысить яркость, так что простите. Придется как-то так. Если тут яркость повышается, то тоже скажите мне. Я комментарии к этой серии обязательно почитаю. Если вы не будете там спойлерить. Я уже сам, по-моему, на спойлерил довольно много вам, что вам было интересно, и чтобы вы посмотрели обязательно следующие серии. Потому что... Ну, повторяться не буду. Хотя, черт возьми, буду. В этой игре будет бред. Такой бред... Которого я просто предвкушаю с огроменным желанием. Ха. Тут есть даже проход. Интересно, а здесь-то я нажать на что-нибудь мог, или вот сюда вот спуститься? Так, тут есть какие-то... Какие-то дорожки. Я могу еще спуститься вниз. Да, там была дорожка вниз. Я могу на эти кнопки нажимать. Ха. Ничего со мной не произойдет, на атомы меня не расщепит тут. Даже если я сюда подойду, например. Нет, ничего не происходит, жалко. Сейчас попробуем нажать на кнопки, которые тут есть. В чем кнопок тоже много. А, да, все же и на кнопку Е, и на кнопку мыши одно и то же действие. Хотя в настройках этого нет. Так, что на этих кнопках нарисовано-то? Домик, какой-то треугольник и десятка. Это я просто говорю тише, потому что я, чтобы посмотреть в монитор близко, должен приближаться близко к микрофону. Не хочется вам орать. Хорошо. Ничего. Красная кнопка не нажимается. Синяя кнопка нажимается, но ничего не происходит. Ну, я предпочту нажать на синюю кнопку, перед тем, как пойти в ту большую комнату. А, тут еще кнопки с циферками, да. Пять. Пять. А где остальные кнопки с циферками? Вот там наверху еще что-то есть. Да, этого тоже смогу подняться, но сначала зайду в эту комнату, наверняка мне тут и объяснят, зачем эти кнопки. А может, нифига не объяснят. Может быть, это будет уже вторым прохождением. И для... Эвейтинг-инпад. И когда он, наконец, нашел источник питания комнаты, он знал, что его долгом, его обязанностью было остановить это ужасное место. И все, что оно символизировало. Символизировало. Сложное слово. Ну вот это наверняка будет как раз... Самое тупое прохождение игры, на которое я и рассчитывал в первой серии. Потому что нажимать на те кнопки, это уже наверняка уже другое прохождение, да. Но я не понимаю, как я могу выключить уже выключенную систему, так что... Ну, все равно попробуем. Вау. Ну хотя бы и пилок будет, а? У меня тут уже игра как-то подглючивает, что мышка виднеется на экране. Или это так и задумано? Я уже говорил в начале игры, что я нифига не знаю, что в этой игре будет клюком, а что в этой игре задумано. Темнота. И пробирающий холод неуверенности. Получилось? Ни-хрена! Да! Он победил! Он победил систему, освободил себя от чужой власти. Свобода была уже так близка. Но все же, пока огромная дверь медленно открывалась, Стэнли задумался о том, сколько загадок осталось без ответа. Куда подевались его коллеги? Как он освободился от контроля системы? Какие еще секреты скрывало это странное здание? Но с первыми лучами солнечного света, упавшими на полкомнаты, он понял, что его это не волновало. Ведь не знания и даже не власть его интересовали. А счастье. Возможно, его целью было не понять, а отпустить. Никогда больше ему не скажут, куда идти, что делать и как себя чувствовать. Какую бы жизнь он ни прожил, она будет его личной. И только это ему было важно. Только это возможно. Стоило понимания. Стэнли вышел в открытую дверь. И причем меня наверняка пустят назад. Нет, не пустят. Жалко, было бы очень круто, чтобы можно было именно с этого момента еще перепройти всю игру назад. Но именно на это и рассчитано, что нет, перепроходите снова. И вот мне даже интересно, я не могу понять, весь этот мир, он там 3D или он чисто картинка, смогу ли я в него войти? Это такое ожидание, вот мне сразу вспомнилось выход из убежища, первый выход из убежища в Fallout 3. Там были реально такие же впечатления. Это очень здорово. Ну тут наверняка на меня упадет комета, и я сдохну. Да? Да? Стэнли почувствовал легкий ветер на коже, чувство свободы, невероятный потенциал нового пути, который перед ним стоял. Именно так, прямо сейчас все и должно было произойти. И Стэнли был счастлив. Снова привет тем, кто смотрит это ночью. Белый экран ночи. Лодинг. Наверное, как я меня сейчас выкинет на главное меню. Beat the game. Открытое достижение. Да. Не знаю, дается ли это именно за прямое, тупое прохождение игры, или же за любое первое прохождение игры. Но вот видите, нас выкинуло в самое начало игры. То есть, все сказано так, как было. Так, могу ли я сохранить? Да, мне дали возможность сохранить игру. Я, пожалуй, даже этим воспользуюсь. Новое сохранение. No saved game. Так. А нет, все-таки дали сохранить, странно. Просто не было кнопки сохранить, я думал, что я включил сохранение, но это никак не действует. Нет, все-таки суббота, 2 ноября, 17.35. Есть. Но... Интересненькое. Хотя нет. Все же у нас наверняка уже есть полчаса записи, как я и планировал. И давайте продолжим в следующей серии делать более бредовые прохождения этой игры. Что меня волнует, действительно, озвучивать ли мне этого ведущего, диктора. Но проблема в том, что все равно я не смогу куда-то ходить. Если я его не озвучиваю, я все равно читаю то, что он говорит, отвлекаюсь от игры, так что это никак не скажется. Давайте я сделаю в ВКонтакте опрос после выхода этого видео. Ссылка на мой ВКонтакт есть в описании, и вы там можете проголосовать. Заодно добавляйтесь, друзья. Я во ВКонтакте иногда даю разные новости, хотя захожу редко, и не обижайтесь, если я не смотрю какие-то ваши сообщения. Что-то еще не отвечаю вам, это не со зла, это именно от того, что либо времени не хватает, либо срабатывает, ответишь одному, не ответишь другому, другой обидится и не отвечаешь никому. Так что вот. Тут просто была неприятная ситуация одна, которую я решил, но хоть что-то другие не обижались. Все, в следующих сериях нам будет весело и очень странно. А пока что это был Курящий из окна, смотрите, подписывайтесь. До свидания, пока, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok